здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами поговорим вот о таком вот ножике который называется мистер блэйд пайк нож был предоставлен для обзора компании производителям и это первый случай моего сотрудничества с компанией империя ножей нож поставляется в таком стандартном для ножей мистер блэйд комплекте коробка из крафтового картона с очень такой приятной полиграфией я честно говоря всегда все эти штуки любил мне нравится как оформлены эти ножи есть что очень приятно вот такая вот наклейка с названием модели и характеристиками того ножа которое принято вынести вот сюда на эту наклейку тоже очень хорошо очень удобно делать обзоры да и выбирать удобно плюс внутри лежит вот такой вот чехол снаружи нейлон внутри вот такая вот мягкая ткань которая позволяет на самом деле чехол позволит вполне нормально хранить и два ножа если вам это зачем-то необходимо плюс вот такая вот большая белая салфетка с логотипом мистер блэйд но в данном случае без надписи то есть симпатично очень удобно и дает возможность хранить нож даже если он у вас единственный во вполне нормальных условиях сначала стандартном рукоять у ножа имеет накладки из стеклотекстолита g10 в данном случае но я думаю что вполне себе неплохо видите бывает другого цвета у меня красный ну надеюсь что в данном случае цвет будет передаваться достаточно четко очень здорово вскрыт очень приятно обработан это уровень вот такой как у современных китайских ножей ну или у ножей бенчмент в те времена когда там накладки из этого материала встречались достаточно часто сделано в этом отношении здорово в осевом узле шариковый подшипник открывается поэтому все достаточно уверенно ну кто это любит кто это не любит в общем вопрос тут такой открытый да скажем так я лично шариковые подшипники люблю мне они в целом нравятся не считая что они достаточно классно работают а с другой стороны удешевляют саму технологию производства ножа внутри рукояти два остальных лайнера лайнеры никак не облегчены замок лайнер лог ну что в общем в принципе при такой конструкции вполне понятно почему так сделано еще один нюанс это такой классический способ расположенный упорный штифт который достаточно тонкий клинок ножа из стали d2 поперечный сатин так вот покажу симпатичный обуху ножа ну и в принципе наверное этот клинок можно назвать дроппоинтом но таким модифицированным со спусками от обуха и вот таким вот опущенным кончиком как на дроппоинте должно и быть на теперь давайте о некоторых нюансах и подробностях об этом ноже поговорим у ножа вот такая вот открытая конструкция которая позволяет очень легко обслуживать его ну по крайней мере такую делать первичное обслуживание без разборки ножа и вся вот эта конструкция собрана ну в общем то можно сказать что вокруг вот такой вот очень крупные банки которые находятся около навершия я бы здесь наверное обратил внимание на то что у ножа нет темлячного отверстия но посмотрите как в принципе далеко находится клинок от вот этой вот самой банки попробуем привязать сейчас темляк к банке есть тут под рукой по кусочку стандартного и толстого паракорда вернее тонкого и толстого но если говорить про тонкий паракорд в общем как видите он сюда отлично входит и я думаю что неплохо видно что ну тут вообще расстояние до клинка такое что здесь его наверно два раза можно спокойно навязать без всяких проблем что касается паракорда потолще сейчас думаю как бы так подобраться что мне поудобнее было вот наверно так петлю сделаем и теперь попытаемся закрыть нож но в общем я думаю что видно что ситуация точно такая же то есть даже если я вот тут его отпущу он понятное дело что петлю там можно как-то сделать такую особо чтобы она сильно сюда внутрь ножа не раскручивалась но как видите расстояние здесь вполне достаточно то есть да здесь вполне удобно можно вязать темляк за вот эту вот здоровенную банку и этот темляк вряд ли будет повреждаться мне честно признаться такое решение из всех вариантов подвязывания темляка нравится больше всего но наверное потому что я особенно сам темляками не пользуюсь и очень не люблю дополнительные элементы которые ну скажем так есть у ножа для того чтобы темляк подвязывать а вот здесь это бонка который несет массу функций но при этом за нее еще можно темляк привязать по моему классно придумано ножа стальная клипса вот такая вот с надписью тут написано мистер blade в общем это такая стандартная клипса вот этого производителя любопытно что она переставляется но может это не сразу бросится в глаза то тут сделан вот такой вот пасно переставляется все это через прямо такой большой достаточно болт который крепит в частности и бонку то есть но я думаю что здесь понятно что я показываю в данном случае давайте посмотрим как работает ну как видите клипса достаточно рабочая легко наталкиванием одевается даже на карман с усилением что касается съем это тоже проблем никаких то есть ну в общем это такая действительно хорошо сделанная клипса для ежедневного использования без всяких нареканий еще одна особенность ножа заключается в том что в принципе он должен разбираться путем откручивания буквально двух болтов то есть данном случае это вот такой вот болт который сделан через ту же самую здоровенную бонту он под шестой торкс и плюс отдельный винт который находится вот здесь это осевой винт в данном случае с плоским шлицом ну знаете я бы так сказал что вот какая-нибудь вот такая вот отвертка вам подойдет давайте попробуем начать крутить и убедимся что не понадобится вторая отвертка потому что сейчас очень многие ножи грешат вот такой бедой но в данном случае как видите пайка это приятное исключение то есть с той стороны ничего не поворачивается здесь значит что нормально сделана конструкция осевого узла она нормально придумана и нормально технически реализована то есть закрыв клинок удерживая нож в подобном положении вы вполне себе можете работать с его осевым узлом ну главное чтоб вас подходящая отвертка под рукой было в отличие от очень многих ножей с достаточно большими клинками у этого ножа все в порядке с балансом ну то есть как все в порядке он вот такой находится он реально если вам сейчас это будет более или менее видно ровно в дальней половине подпадь свои выемки другой вопрос что сама выемка немного смещена к навершию то есть принципе сбалансированный хват у ножа приблизительно вот такой но пожалуй это и правильно потому что в таком классическом рабочем режущем хвате баланс ощущается немного в рукоять и это откровенно говоря при такой длине клинка максимально удобно если вот это вот основная большая бонка никаких вопросов в своих конструкционных задачах не вызывает то вот это вот маленькая бонка мне лично кажется что имеет только дизайнерское значение да выглядит безусловно симпатично она немножко другая но стилистически приклее перекликается с основной но в общем то смотрится неплохо но если вы знаете вот зачем она с функциональной точки зрения то напишите об этом в комментариях было бы интересно подискутировать в том числе и авторов ножа если они появятся я бы тоже очень хотел об этом спросить второй нюанс заключается в том что у этого ножа довольно таки тонкий упорный штифт вот это вот на мой лично взгляд важно у меня уже есть такой опыт теста ножа мистер б когда вот вся конструкция в общем то говорит о том что нож так сделан довольно мощно а упорный штифт сделан вот подобным образом и может так оказаться что в определенных нагрузочных работах при неудачном ударе он просто выскочит но и вполне возможно что его можно будет поставить на место но для этого вам придется разобрать весь нож справедливости ради надо сказать что здесь это не так сложно я уже показал что здесь для полной разборки ножа ну в общем то нужно открутить всего лишь два винта поэтому да наверное это исправимо но вот все таки вот этот момент я бы хотел проверить немножко повнимательнее еще один нюанс конструкции этого ножа но вот так скажем в итоговом исполнении заключается в фасках на лайнера с внутренней стороны рукояти вот они как-то так сделаны я бы так сказал почему-то в моих личных ощущениях вот с этой стороны ножа они немного помягче особенно прям ощущается что вот там где замок такое впечатление что фаску как-то более тщательно обработали а вот там где его нет ну так пожестче но самое конечно неприятное что вот очень жесткими ощущаются фаски с вот этой стороны то есть я лично своими руками но так привод плотном хвате эти фаски чувствую то есть скажу так что наверное в моем случае если делать какую-то более или менее жесткую работу мне бы под этот нож хотелось иметь перчатку впрочем конечно тут нужно добавить что мой многолетний опыт использования тех или иных ножей говорит о том что то что я считаю острыми фасками очень многие люди в принципе не замечают но тут они не то чтобы прямо не обработаны но честно говоря я бы если бы стал пользоваться этим ножом сам разобрал бы его и скорее всего взял бы надфиль алмазный и все фаски прошел для того чтобы не испытывать вот это неприятное ощущение тем более вот в сочетании вместе с таким классно обработанным стеклотекстолитом ну мне лично вот этот нюанс доставляет какое-то такое ощущение ну того что не так уж сильно мне хочется очередной раз взять нож в руке впрочем еще раз подчеркну это только лично мое ощущение но и вот теперь очень хочу поподробнее показать то назвать то пластиной в общем тот элемент конструкции который отвечает за однорукое открывание этого ножа это вот такая вот ну как бы пластина вы только она видите она не совсем пластина она очень сильно 3d вот так вот вся обработана обратите внимание здесь вот на ней как раз нет ни одной острой грани и это очень круто потому что вот стандартные такого типа так называемые эмерсоновские шайбы они как правило все бывают с какой-то насечкой и в общем в принципе страдают таким моментом что будут тиранить пальцы если вы будете достаточно часто открывать а вот тут надо сказать что вот этот важный момент складного ножа который позволяет ему помимо инструмента быть еще и такой немножечко игрушкой то есть давать пользователю возможность ну просто вот посидеть пощелкать ножом открывать его закрывать и испытывать при этом удовольствие от всех элементов с которыми соприкасаются руки пользователя то надо сказать что в этой задаче конечно вот такая вот конструкция элемента который отвечает за однорукое открывание ножа но она более чем достойная и я честно признаться сейчас даже как-то припомнить не могу видел ли я где-нибудь вообще что-нибудь подобное пожалуй можно сказать что этот маленький элемент чуть ли не самый оригинальный в этом ноже как у многих ножей у которых клинок вот так вот действительно глубоко утоплен в рукоять закрытом положении у этого ножа есть определенный нюанс с открыванием но этот нюанс очень здорово нивелирован тем механическим устройством которое предназначено для открывания ножа одной рукой я его уже показал подробнее вот посмотрите как это работает то есть я вот вам так скажу что даже несмотря на то что это не мой нож даже несмотря на то что здесь в общем то требуется определенное внимание к тому под каким углом вы толкаете клинок но должен сказать я совершенно спокойно открывая его и правой и левой рукой как мне кажется это максимально здорово выполняет ту рабочую задачу которая стоит перед этим вот не знаю с позволения сказать пластиной хорошо обработанной с помощью которой открывается клинок этого ножа но теперь что касается клинка стандартная сталь d2 в общем в принципе очень широко известно как она термически обрабатывается с ней нет никаких особенных проблем то есть для ножа вот этой ценовой категории отличный выбор стали здесь на защиту от коррозии поставлена вот такая вот обработка клинка это в данном случае сатин он такой поперечный надо сказать довольно приятно сделанный то есть у меня вот честно признаться есть такое ощущение что может быть даже какой-то по крайней мере его доведение сделано вручную вот не знаю надеюсь что представители производителя ответят потому что он такой знаете очень мелкий то есть обычно машинный сатин как-то немножко по-другому выглядит но может быть впрочем конечно это просто механическое какое-то оборудование но просто на какой-то очень мелкой линии так сделано каким-то образом и я бы вот подумал что все-таки немножко здесь есть ручного труда ну и конечно самое прикольное в этом клинке это его форма потому что в общем то с одной стороны ну да это клинок drop point я бы так его характеризовал а с другой стороны обратите внимание что он очень сильно модифицирован здесь практически от обуха спуски с одной стороны но меня вот что честно говоря очень сильно порадовала в дизайне ножа это вот такой вот сложный обух и кстати обух вот в отличие от лайнеров по всем краям очень здорово обработан прям очень здесь ни одной вот какой-то лишней острой грани вообще в принципе нет и понимаете с одной стороны мы при этом получаем нож у которого ну относительно невысокие спуски но эти спуски сделаны от обуха и он но как бы вам так показать ну например вот так понимаете то есть вообще без всякого усилия это нож с достаточно режущей геометрии то есть я вам так вот покажу что даже проталкивание вперед он паракорд разрезает ну то есть вот я каких-то усилий не прилагаю происходит все очень здорово потому что нож классно заточен а с другой стороны здесь нужно заметить что вот очень часто те кто хочет создать спуски от обуха скатываются в то что не могут как-то интересно обыграть обух то есть так чтобы он как-то симпатично смотрелся и получается что такое очень внешне смахивающий на кухонный нож вот пайк этого лишён полностью это очень такое приятное сочетание функциональности и внешнего вида которая доступна очень сильно не всяким ножам с аналогичной длиной клинка когда-то давным-давно когда только начал в широком смысле увлекаться ножами факт того что нож бреет допустим руку из коробки но считался как бы что ли естественным если он так не делает значит этот нож плохо заточен к сожалению сейчас очень многие производители позволяют не быть особенно внимательными к этому вопросу но вот что касается в данном случае ножа пайк но как бы вам так сказать не просто бреет не знаю будет ли видно с отскоком сейчас после всего сказанного кому-то может показаться что ножки совершенно не понравился тут нюанс там момент ну какие-то вот такие вот штуки как бы нож такой 57 что называется как говорят в фигурном катании где-то приблизительно вот так но на самом деле вот если вам так показалось это совершенно не так просто я сегодня в обзоре решил не заостряться на каких-то моментах которые у этого ножа действительно сделаны идеально а в остальных случаях просто показал некоторые нюансы о которых лучше знать прежде чем вы возьмете этот нож в руки для того чтобы просто было более менее понятно на самом деле понимаете вот я бы сказал так несмотря на нюанс рукояти вот хвата у ножа вот прямо вот это все вот понимаете здесь отличное сочетание в общем то в принципе относительно ограниченных габаритов которые достигаются в первую очередь вот этим габаритом небольшим сверху и относительно небольшой массы ножа при достаточно длинном клинке и очень удобном таком хвате который достигается как раз за счет такой геометрически прямой такой линии всего ножа почти прямой клинок почти прямая рукоять вот взять это в какой-нибудь режущий хват понимаете я когда им режу я пробовал этим ножом работать в поварской хватаюсь автоматически потому что длины клинка в общем то в принципе здесь достаточно для того чтобы это делать и контролируемого что-то вот так вот прямо вогнать ввалить этот нож прям действительно очень удобно если нужна вся длина клинка понятное дело что здесь отличный режущий хват за рукоять в области осевого узла тоже нет вообще никаких проблем никаких ненужных острых граней ну что касается работы такой действительно потяжелее надо конечно чтобы проверить как нож ее вообще в принципе выдерживает и второй нюанс заключается в том что ну да момент есть я бы все-таки предпочел иметь к этому ножу перчатку но вообще честно говоря тяжелую работу вообще всегда лучше делать без в перчатках только если у вас то не какой-то крайний случай с другой стороны тяжелую работу в складным ножом наверное надо делать только в каком-то крайнем случае поэтому да этот нюанс я думаю что можно учесть но в принципе он здесь очень легко исправим собственными силами потому что какие-то кардинальных проблем с конструкцией этот нож по большому счету не имеет а вот его режущие способности прямо из коробки вызывают у меня ну прям такую искреннюю радость потому что ну вот да получился ножик удобный и прикольный надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока